Привет, ребятки! Давно у нас не было видео по Street Fighter, да? Ну как давно? Целых два года! Но всегда, когда меня спрашивали, будут ли еще видео по этой серии, я отвечал да, ближе к релизу шестой части видео еще будут. И вот этот день настал, как и обещал, продолжаем истории персонажей Street Fighter. В этот раз я решил поговорить с вами про Акуму, очень сильного бойца и интересного персонажа, который вроде как по всем параметрам антагонист, но при этом, лично мне, трудно воспринимать его типичным злодеем. Сейчас я расскажу о том, как появился этот персонаж, при чем тут Resident Evil и что Акума забыл во вселенной Tekken. Street Fighter 6 наконец-то вышла, и это игра, которая обещает долгое время быть одним из лучших файтингов. Если ее у вас еще нет, то смело покупайте на торговой площадке Keys for Gamers. Там же вы найдете любые свежие релизы для каждой платформы – ПК, Xbox, PlayStation или Nintendo Switch. А можете просто закинуть деньги в свой цифровой кошелек, например в Steam, или приобрести карты оплаты для различных сервисов – iTunes, Google Play, Spotify и множество других. Просто зайдите в раздел «Карты пополнения». Еще на сайте вы найдете внутриигровую валюту и различный софт, от антивирусов до Windows. Оплатить можно любой банковской картой RF или с помощью Kiwi кошелька. Ну а по моему промокоду «Культ» вы получите дополнительную скидку 10%. Ссылка в описании. Акума, что в переводе на русский означает «демон», это один из так называемых шото-персонажей. Если вкратце, это бойцы, похожие на Рю, основного персонажа серии. Кстати, про него тоже есть ролик на канале, можете чекнуть отдельный плейлист с историями Street Fighter. Таких персонажей на самом деле много в японских файтингах и даже в рамках самой серии Street Fighter. Но это не делает Акуму вторичным персонажем, ведь у него довольно интересная история появления, да и сам боец изначально был секретным. Сейчас расскажу. Началось все с шутки в одном игровом журнале EGM, где напечатали информацию про секретного бойца в Street Fighter 2 по имени Шен Лонг. Шутка, к слову, была даже не прикрытой, ведь прямо на той же странице объявлен первоапрельский конкурс. Ну, то есть это не совсем история, как в Mortal Kombat, например, где кто-то напечатал информацию про Эрмака и люди поверили в его существование в первой части. Тут все все прекрасно понимали сразу. Имя Шен Лонг появилось из самой игры, в которой неправильно перевели на английский фразу Рю после боя. Каким-то образом Шорюкин, спецприем бойца, перевели как Шен Лонг. А эти слова, согласитесь, похоже на имя какого-нибудь азиатского мастера единоборств. В общем, журнал пошутил, все посмеялись, а в Capcom взяли и заценили идею про бойца, похожего на Рю, только старше и сильнее. Отсюда в общем берет начало история про Гоукина, учителя Рюйкена, а также про его брата Акуму, в Японии сначала известного как Гоки. В Super Street Fighter 2 Turbo, это пятая ревизия второй части, если игрок доходил до финального босса, набрав миллион двести очков, не использовал продолжение или добирался до последней битвы за двадцать пять минут, а точнее не более чем за полторы тысячи секунд, так вот в таком случае игрок мог наблюдать необычную в то время сцену. Перед началом поединка с финальным боссом М. Байсоном на арене появлялся какой-то боец, который сам атаковал Байсона и бросал вызов игроку. Под шкалой здоровья не было написано его имя, а также вместо портрета персонажа на экране располагался просто черный квадрат. Ну, как вы уже поняли, это Акума. Его одежда похожа на одежду Рю и Кена, только другого цвета. Вроде движения выполняет такие же, но может запускать Хадукины в воздухе, даже по два сразу, а еще способен быстро перемещаться по арене. Но интересно то, что за него можно и поиграть, причем там целый ритуал на экране выбора бойцов. Нужно по очереди наводить курсор на определенных персонажей, ждать несколько секунд на каждом, а в конце нажать старт и три кнопки удара ногой, тогда выберется Акума. Кстати, игровой Акума слабее по сравнению с босс версией, например, он запускает только один Хадукин в прыжке. Но в любом случае, даже игровой Акума гораздо сильнее любого персонажа в ростере. Он хорошо может зонить, некоторых бойцов спокойно закрывает в углу, в то время как сам может легко выбраться, хорошо контролирует арену с воздуха и там еще целая куча аспектов, вплоть до того, что его нельзя оглушить, в то время как всех остальных бойцов можно. Собственно, поэтому Акума – это первый в мире файтингов запрещенный персонаж на турнирах. Выбирать его для любой хоть сколько-нибудь соревновательной игры считается плохим тоном, играть им стоит только ради фана. Кстати, ближе к нашему времени, в 2008 году вышла ревизия второй части, которая называется… ну погнали. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Так вот в ней Акуму вроде как ослабили и разрешили выбирать его на турнирах, но вскоре игрок на этом персонаже с ником Dumdai стал забирать турнир за турниром, и Акуму снова забанили. Сильно в подробности вдаваться не буду, но суть в том, что персонаж в любом случае очень сильный, как по геймплею, так и по сюжету. А еще в 90-х его на полном серьезе искали в Resident Evil 2. Напомню, что обе серии издает компания Capcom. А все из очередной первоапрельской шутки в том же журнале EGM. Они там утверждали, что в игре есть Акума как секретный персонаж и можно им поиграть. Он даже якобы вместо огнестрела использует Хадукины, ну конечно. Но для этого нужно было пройти игру шесть раз, оба сценария на ранг А, при этом используя только нож и пистолет. А во время седьмого прохождения якобы и можно будет поиграть после небольших манипуляций в лаборатории с консолью. Я даже боюсь представить эмоции тех людей, которые выполнили условия, но так и не увидели в игре Акуму. Но понять их я тоже могу, в игре ведь можно поиграть за Тофу. В любом случае, сразу после своего дебюта Акума стал одним из основных персонажей серии и он действительно очень интересен. С тех пор персонаж регулярно появляется в разных кроссоверах, других играх Capcom и не только, вплоть до того, что в наши дни Акума стал каноничным персонажем серии файтингов Tekken. Это наверное будет не совсем корректно с точки зрения фанатов Street Fighter, но я решил объединить сюжетные линии персонажа в обеих сериях в одну историю. Tekken тут будет совсем немного, но все же. Кто вообще такой Акума и откуда он взялся? Акума, он же Гоки, раньше был простым человеком, это уже со временем он стал превращаться в подобие демона. Но еще детьми Гоки и его старший брат Гоукен были учениками мастера Готэцу, который обучал юношей необычному боевому стилю, сочетавшему в себе карате, кемпо и дзюдо. Но это лишь верхушка айсберга, ведь на деле мастер Готэцу владел силой, которой мало кто мог противостоять. В ролике про Рю я рассказывал о силе Сацуинохадо, но так как ролик вышел пару лет назад, думаю не лишним будет напомнить. Готэцу, учитель Акумы, первый известный персонаж, который владел этой силой. Ее использование это высшие меры мастерства, но и крайность одновременно, ведь Сацуинохадо это исключительно про убийство и разрушение. Человек, использующий эту силу, жертвует частью своей души, превращая ее в энергию. Особенность Готэцу заключалась в том, что он нашел баланс. Ему удалось овладеть Сацуинохадо, но при этом он сохранил свою человечность и понял, насколько деструктивна эта сила. Своих учеников, Гоукина и Гоки, он учил другому, но братья выбрали разные пути. Гоукен, проще говоря, предпочел остаться на светлой стороне и не поддаваться жажде силы. Однажды он покинул мастера Готэцу и основал свою дадзю, где обучал Рю и Кена, при этом Готэцу поддержал выбор Гоукина. А вот Гоки, то есть Акума, желал овладеть силой в полной мере, несмотря ни на что, и продолжил тренировки. Мастер Готэцу пытался оградить его от Сацуинохадо, но Гоки был достаточно целеустремлен. Чтобы овладеть силой, Гоки добровольно искоренял в себе такие человеческие качества, как сострадание и жалость. Затем он покинул учителя, чтобы тренироваться в одиночестве, понимая, что Готэцу не хочет учить его такому виду искусства. Гоки тренировался на острове в одиночестве до тех пор, пока не овладел Сацуинохадо, а после этого он вернулся к своему учителю, чтобы сразиться насмерть. И тут интересный момент про характер персонажа. Вот этот камбэк к учителю не был актом мести или чем-то вроде того, это скорее демонстрация чести и признания. Акума хотел доказать, что он был прав. Овладев Сацуинохадо, он стал сильнее и мог превзойти учителя, что и случилось. Акума убил учителя, но это была не жестокость, а демонстрация силы. Готэцу умер счастливым, осознавая, что ученик превзошел его. Именно с тела учителя Акума забрал молитвенные четки, которые носит с тех пор на шее, как знак своего мастерства. Только если Готэцу перед смертью оценил навыки Акумы, то его старший брат Гоукен оказался крайне разочарован. Гоукен и Акума с тех пор будут совершенно по разные стороны. Акума возненавидит брата за то, что Гоукен не раскрывает истинный потенциал учения и боится использовать, а также обучать Сацуинохадо. Акума считает это слабостью. Спустя время Акума нагрянул до Дзё брата и вызвал его на смертельный поединок, за которым наблюдали Рю и Кен. В тот раз, как ни странно, Гоукен одержал победу над Акумой и не стал его убивать, несмотря на просьбу брата. Акума и это посчитал слабостью, но обещал вернуться за реваншем. Спустя пару лет так и случилось. Братья снова столкнулись в битве, но в этот раз победу одержал Акума, применив прием Шунгоку Сацу, которым несколько лет назад убил мастера. Только вот беспощадный Акума не догадывался, что Гоукен уже знал, как контрить такие фокусы и на самом деле выжил, но это выяснится только много лет спустя. С тех пор Акума путешествует по миру в поиске достойных противников. К слову, достойными он считает только тех, кто может убить его. Что важно, несмотря на, казалось бы, агрессивность Акумы, это честный боец. Он редко сражается в полную силу, оценивая противника и оставляя ему шанс. Он не станет драться с тем, кто явно слабее него или кто слишком уязвим. Например, однажды Акума встретил бойца по имени Ген, который мог дать достойный отпор. Но Ген был смертельно болен, и когда Акума понял это, увидев, как противник закашлял кровью, он сам прервал поединок. Похожая история с отношением к Рю. Акума мог убить его много раз, но у него не было такой цели, а скорее наоборот. Он ждал, когда Рю позволит Сацуино Хадо взять верх, когда он раскроет весь свой потенциал, и только после этого Акума был готов сразиться насмерть с лучшим учеником своего брата. Но Рю сумел побороть в себе темное начало, чем крайне разочаровал Акуму. Как таковой роли в сюжете отдельных частей Акума, как правило, не играет. Это персонаж, который почти всегда где-то рядом наблюдает со стороны. Так было во время его дебюта во второй части. Кстати, его появление перед финальной битвой и нападение на Байсона, это очень спорный момент в плане сюжета. Таких событий не происходило. Это чисто эффектная сцена для того времени. Тем не менее, мы знаем, что Акума презирает Байсона, так как считает, что последние используют короткие пути к власти. То есть Акума прекрасно понимает, что они оба зло, но зло разное. Акума про совершенствование навыков, постижение новых грани силы, а Байсон скорее про всякие бусты, которые сделают его сильнее. Скорее всего, еще до событий второй части, также путешествуя по миру в поисках достойных противников, Акума повстречал Казуми Мишиму. Мы знаем, что она спасла жизнь Акумы, но до сих пор неизвестно от чего и каким образом. Все же Акума взамен пообещал выполнить необычную просьбу Казуми, а именно убить ее сына Казую и мужа Хейхачи. Про двух последних на канале есть ролики, и в них можно узнать подробнее, что и почему там происходило. Интересно, что хронологически просьба Казуми прозвучала задолго до событий первой части Текен, но Акума выполняет ее только в седьмой, спустя десятки лет. Даже Хейхачи спрашивает, почему только сейчас. Акума отвечает, что ждал, когда Хейхачи станет сильнее. Ну то есть опять к истории про то, что Акума не станет нападать на тех, кто заведомо слабее него, разве что за редким исключением, например, чтобы оценить навыки. К слову, ему не удается окончательно убить ни одного, ни другого Мишимо. И это, кстати, не единственный подобный случай. В серии Street Fighter тоже был персонаж, которого Акума победить не смог, это старик Ора. Во время событий третьей части Акума и Ора сражались в полную силу абсолютно на равных. Они дрались, пока не поняли, что это может продолжаться бесконечно, после чего признали мастерство друг друга, но все же оба сохранили некоторое презрение по отношению к противнику. Пока Акуму не анонсировали для шестой части, но я уверен, что он вернется. Все-таки слишком важный персонаж для серии, хоть и не принимает явного участия в сюжете, всегда стоит где-то особняком. Только я надеюсь, что его дизайн вернется ближе к изначальному, потому что вот эта львиная грива, как по мне, не лучший вариант. Некоторые фанаты даже стали в шутку называть его Акума Матата. Блин, это так тупо, но я почему-то орал. Кстати, в серии, да и за ее пределами, еще есть истинная Акума. Это как злой Рю, альтернативная версия персонажа. Хотя в случае Акумы даже не альтернативная, это просто его форма, когда он использует всю свою силу. В общем, что хочу сказать в итоге. Безусловно, Акума это один из лучших персонажей файтингов. Очень привлекает вот эта какая-то околосерая мораль персонажа. Когда понимаешь, что он вроде бы злой, но чаще вызывает какое-то уважение. Странно, что авторы особо не развивают его сюжетную линию. Вот сколько он существует, столько и тянется история о том, как он путешествовал, подрался с этим, подрался с тем. Сидим ждем, когда Рю перейдет на темную сторону. Между делом залетим в Теккен. Но все же у персонажа интересная предыстория и характер, поэтому надеюсь на его возвращение в шестой части. А пока не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok